Преступная организация Маккены, осуждение вора в законе Владимира Москальчука, известного как Маккена, в апреле 2012 года на 19 лет лишения свободы не положила конец организованной им преступной империи, которая разрослась по всей территории Республики Молдова, Украины, России, а также по некоторым странам Европейского Союза. Практически ничего не изменилось. Маккена имеет тот же непреклонный авторитет, а шантаж в тюрьмах продолжается, разве что, может быть, группировка стала действовать осторожнее, а ее члены стали мстительнее. После осуждения в 2012 году Маккены и его приближенных он преподнес новые поводы для шантажа, жестокого обращения с заключенными, в одном случае повлекшем смерть арестанта, мошенничества, грабежа. Москальчук укрепляет империю, привлекая на свою сторону лояльных людей, готовых пожертвовать своей жизнью ради него. Суд Центрального Кишиневского района принял на рассмотрение новое дело о преступной деятельности Владимира Москальчука, который обвиняется в создании и управлении преступной организацией, а также в организованном шантаже. Одновременно Москальчуку выдвинули обвинения в уголовном деле о летально закончившемся жестоком обращении с заключенным и в деле о мошенничестве, которое ведет прокуратура по борьбе с коррупцией. Источники из пенитенциарных учреждений утверждают, что, на самом деле, группировка Макены являет собой поле в длящейся уже несколько лет битве за влияние на пенитенциарные учреждения, развернувшиеся между Министерством внутренних дел и Департаментом пенитенциарных учреждений. Другие источники утверждают, что с помощью этого дела прокуратура будет пытаться оправдать средства, предоставленные для ликвидации организованной преступности, и осевшие, в основном, в карманных некоторых руководителей Генеральной прокуратуры. Опт Маскальчука группировка Макены возникла в 2001 году, когда Владимир Маскальчук был приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение кражи в особо крупном размере. Владимир Маскальчук – третий молдавский коронованный вор в законе, родившийся 15 мая 1967 года. Маскальчук впервые был осужден на пять лет за кражу в 1992 году. В 1994 году он был приговорен к двум годам тюрьмы за совершение ограбления. Новая организация развивалась на благодатной почве. Одним из первых действий новоизбранного президента Республики Молдова Владимира Воронина было уничтожение организованной преступности. Поэтому вор в законе Петр Гылко был приговорен к пожизненному сроку. Вслед за ним осудили многих авторитетов. Кто-то бежал, когда Министерство внутренних дел по приказу президента Воронина начало настоящую охоту на преступников. С другой стороны, в конце 2000-х многие криминальные лидеры были убиты в результате войны преступных кланов за распределение сфер влияния. Среди жертв этой войны между кланами числится криминальный авторитет Валерий Ротарь по кличке Зеленый и вор в законе Евгений Грещенко по кличке Жека. Таким образом, организованная преступность в Молдове была разрушена до основания. В это время и появился Владимир Москальчук, который в свои 33 года был хорошо знаком с преступным миром. Наделенный от природы жестоким характером, упорством и способностями к организации, он смог заложить основу под одну из самых мощных и страшных преступных организаций, когда-либо существовавших в истории Республики Молдова. Под руководством Макены организованная преступность в стране принялась возрождаться из пепла, становясь ощутимо сильнее и кровавее. С этого момента группировка Макены проникает щупальцами во все места заключения Республики Молдова и даже в некоторые зарубежные, организует преступления вне тюрем и распространяется по многим странам ЕС. Организация, возглавляемая Владимиром Москальчуком, в рекордное время добивается контроля даже над тюремным руководством, а также сотрудничество с должностными лицами из государственных учреждений и органов публичного управления. Смотрящие по тюрьмам доверенные лица Макены генералы Дмитрия Морозан, Дима Большой и Лилиан Кирика, псевдоним Лилик, бывший продавец женского Нижнего Белья на центральном рынке Кишинева, попавший в тюрьму за мошенничество. Кирика назначается положенцем в тюрьмах, а Морозан становится положенцем по стране, ему поручается руководство организованной преступностью на свободе и поддержание связей с ее представителями за рубежом. Лилиану Кирика, который изначально был положенцем в тюрьме Крункул, подчиняются преступные группировки в местах лишения свободы. В каждой из них есть лидер, утвержденный Москальчуком. Например, организованной преступной группировкой в тюрьме 1 в Тараклии первоначально руководил Кихайл Петр Пеца, а уже затем Верлан Андрей, избранный в парламент. В пенитенциарном учреждении 3 в Лиове главой преступников становится неделка Юлиан Юлик, в пенитенциарном учреждении 5 из Кагула Калистру Анатолий, псевдоним Колес, в пенитенциарном учреждении 11 Бельт Виталий Платон, он же Саид и Алый Рашион по прозвищу Медведь, в пенитенциарном учреждении 6 из 40 Исмаилов Курбанис Маил, Курбан, в пенитенциарном учреждении 17 в Резине Прока Павел, в пенитенциарном учреждении 4 в Криково и Орда на Урелию, в пенитенциарном учреждении 15 в Криково по Мырляну Дмитрий, в пенитенциарном учреждении 9 в Прункул Мухаммедов Юрий, Стойко. В пенитенциарном учреждении 16 в Прункул преступную организацию возглавляет первоначально Кирика. В этой тюрьме он знакомится с Москальчуком. В последствии руководство организованной преступностью в этом пенитенциарном учреждении подхватывает Кожан Виталий, Репа, которого в свою очередь заменяет Кройтер Евгений. В следственном изоляторе Кишинева преступные лидеры всегда меняются, в зависимости от того, кто из них находится в этой тюрьме. Первым назначенным Макиной положенцем в пенитенциарном учреждении 13 становится Виктор Мельников, прозвище Вику, затем титул переходит Чабану Иону, боксер, потом Ефременко Андрею, Белый. Все эти преступные лидеры держат в подчинении свои мелкие преступные группировки, которые подчиняются одному лидеру. Дмитрий Морозан был доверенным человеком Макены на свободе, пока его не арестовали. Хотя он и находится в заключении, он продолжает управлять деятельностью преступной организации за пределами пенитенциарного учреждения. Морозану подчиняются Чабан Сергей, псевдоним «Китаец», положенец в южном регионе Молдовы, Гаврилюк Василий, боксер, положенец на севере Молдовы, Постика и Александру, положенец в Приднестровье. Преступную группу из Кишинева возглавляет Григорий Келару, Дорка. В его подчинении находится по одному смотрящему, в каждом секторе столицы. В подчинении Морозана находится и Бузулан Михаил, предводитель преступных организаций в Италии, Бельгии, Германии. Дмитрий Морозан контролирует и казну организации Макены, так называемый общак. Ответственными за накопление денежных средств и иного имущества для общака являются Сергей Зафронский, по кличке Вася, и Алексей Граждан, по кличке Леша. Они непосредственно подчиняются Морозану и Москальчуку. Вымогательство у заключенных Бывшие заключенные говорят, что Макена имеет очень высокий авторитет среди осужденных. Все дрожат от страха перед ним, а некоторые ему даже поклоняются. Для некоторых Москальчук является святым. День рождения Москальчука, 15 мая, отмечается заключенными во всех тюрьмах Молдовы. Адвокат одного из заключенных в пенитенциаре 13 в Кишиневе рассказал, что 16 мая 2016 года не смог пообщаться со своим клиентом, потому что тот был в состоянии алкогольного опьянения. Я пошел утром в 9.30, чтобы с ним поговорить. Он не держался на ногах. Сказал мне, что они пили всю ночь вместе с другими заключенными за день рождения Вовы Макены, возмущался защитник. Бывшие заключенные и сотрудники пенитенциарных учреждений утверждают, что Макена позволяет себе беспорядки, многие заключенные подвергаются побоям. В обязательную программу входят сломанные ребра и сотрясение мозга. На самом деле, это не Макена избивает заключенных, а его люди. Группировка Макены разработала различные схемы для вымогательства денег у заключенных и их родственников. Эти суммы начинаются от 100 долларов. Лучшая схема игра в карты. Задержанных заманивают, а некоторых даже заставляют играть в карты на интерес. Если они пригрывают, вынуждены платить. Отказ погасить карточный долг может даже стоить жизни, как в случае Василия Габжилы, который скончался в пенитенциаре 9 в Прунку, после того, как за ним закрепился долг в 2000 леев. Габжилы находился на лечении в офтезиопульмонологическом отделении тюремной больницы. Он проиграл в карты 3000 леев. Его родственники выплатили только 1000. Заключенный обратился к начальнику по безопасности пенитенциарного учреждения, попросил защиты и размещения в отдельной камере. Осужденный Другалев во время обеденного перерыва охранника помог Виталию Моге, назначенному Макиной смотрящим в отделении в тезиопульмонологии, проникнуть в камеру Габжилы, где Могая избил его. Врачи пенитенциарного учреждения не слишком уделили внимания лечению Габжилы, диагностировав только легкое сотрясение мозга. Габжилы умер через два дня после инцидента из-за разорванного легкого. Представители Макены придумывают любой повод, даже банальный, для вымогательства денег. Показателен случай Панарина Александра, специалиста по ремонту телефонов. В то время как он находился в предварительном заключении в пенитенциарном учреждении 13, к нему обратился член группировки Макены Радукан Валентин по кличке Валька, который дал на ремонт два мобильных телефона. Тем временем люди Валька рассказали охранникам, что у Панарина есть два телефона, те провели обыск в камере и конфисковали два сломанных устройства. После этого Панарина шантажом заставили выплатить 100 евро. В другом случае во время обыска охранники нашли у одного из заключенных в прункул пакетик с коноплей. После этого члены группировки Макены шантажировали и избивали его, чтобы стрясти 200 евро за раскрытие факта, что заключенные прячут у себя наркотики. Чаще всего, деньги собирают родственники заключенных. Они передают нужную сумму через третьих лиц. Чаще всего посредниками выступают таксисты. Процесс передачи денег занимает обычно 2-3 дня, пока те не достигают ответственных за общарк. Кровавый бизнес на недвижимости в апреле 2016 года Генеральная прокуратура объявила о преступной группировке, которая работала на территории муниципия Кишинео под управлением Владимира Москальчука, находящегося на тот момент в местах лишения свободной. Группировка действовала по хорошо продуманной схеме в сотрудничестве с некоторыми государственными чиновниками. Последние выявляли потенциальных жертв, которых лишали жилья, а впоследствии пытали, убивали или доводили до самоубийства. Квартиры записывались на имена бомжей, закладывались в банк, а затем выставлялись на продажу. Макенна руководил схемой из-за решетки через Рустама Рахимова, по кличке Душман. В качестве отправной точки в схеме выступал Михаил Кожакару, начальник управления приватизации примарии Кишинева, который обеспечивал Рахимова информацией о неприватизированном жилье, в котором проживали пожилые и одинокие люди. Эта недвижимость затем приватизировалась на имя других членов группировки. Для подстраховки Рахимов получал информацию и от Алексея Балана, работника управления архитектурой и градостроительства примарии муниципия Кишинев, который предоставлял информацию из базы данных ГП Кодестру, а также другие данные о недвижимости. Далее в схеме был Андрей Антонов, отвечающий за поиск и привлечение бомжей, на имя которых были записаны похищенные квартиры и впоследствии переданные в залог в банк. Документы на собственность оформляла нотариус Лидия Снегур, которая помимо того, что подделывала доверенности для группировки, оформляла и другие нотариальные акты по мошенническим сделкам с недвижимостью, имея прямую связь с лидером группировки. То же самое делала и нотариус Галина Чебан. Также у группировки был человек, выполняющий грязную работу. Им был Денис Сопа, наркоман и доверенный человек Рахимова. Квартиры, записанные на бомжей, противозаконно оценивал Миленте Антон, оценщик недвижимого имущества. Сюри Дрига, сотрудник КБ «Экзимбэнк» был ответственным за регистрацию фиктивных кредитов на имя бомжей и за оформление залога незаконно отчужденной у жертв недвижимости. Олег Гузун и Александр Малкус, доверенные лица Макены, были ответственными за сбор денег для общака. Отношения с ворами в законе Владимир Москальчук отправлял часть денег в московский общак, чтобы иметь поддержку преступников с более высоким авторитетом. Оперативные службы в Кишиневе зафиксировали несколько встреч людей Москальчука с зарубежными преступными лидерами. В период с 10 по 13 апреля 2012 года в Кишиневе находились вор в законе Роланд Гигичкори, псевдоним Шляпа, и вор в законе Шидели Зарандия, он же Беса. Обоих встречал в Кишиневском аэропорту и сопровождал на протяжении всего визита Дмитрий Морозан, положенец Москальчука в Молдове. 7 февраля 2012 года Владимира Москальчука посетил в тюрьме 13 преступный лидер международного масштаба, известный под псевдонимом Хохол. Встреча состоялась с согласия руководства пенитенциарного учреждения и департамента пенитенциарных учреждений. По данным источников, в пенитенциарии 13 двое преступников обсуждали раздел сфер влияния в преступном мире Республики Молдова и за ее пределами. В 2013 году 27 членов преступного клана Маккенны были приговорены судом в Номюре, Бельгия. В сумме общая длительность заключения составила 93 года тюрьмы, а коллективная сумма штрафа достигла 135 000 евро. Преступники были осуждены за сбыт поддельных документов и номерных знаков, кражу транспортных средств, организацию встреч ответственных за воров и дележ добычи между членами организации. К слову, они были постоянными информаторами Владимира Москальчука. По словам бельгийских прокуроров, 27 осужденных воровали ценности из квартир машины и управляли действиями различных преступников. Часть добычи была продана некоторым полякам, 20% от стоимости украденного имущества упала на счеты организации Маккенны, а остальные деньги были переведены на счеты семей преступников для приобретения недвижимости. Один из членов преступного клана имел под прикрытием транспортную фирму в Молдове. С ее помощью он перевозил коллег в Бельгию и переправлял добычу. На самом деле, только трое из 27 преступников присутствовали при вынесении приговора, а остальные объявлены в розыск. Продажные сотрудники тюрем для реализации схем группировка Маккенны привлекла на свою сторону нескольких сотрудников в пенитенциарных учреждениях, в том числе и из тюремной администрации. Некоторым охранникам давали взятки, другим угрожали физической расправой над ними или над членами их семей, обещали сжечь дома. Именно через охранника в камеру Москальчука попадают запрещенные предметы, сотовые телефоны, ноутбуки, наркотики, алкоголь. Маккена пользуется возможностью передвигаться по тюрьме из одной камеры в другую, что запрещено правилами пенитенциарных учреждений. Показательным является и случай с Габжилы. Другалев и Мога имели возможность покинуть свою камеру и открыть импровизированным ключом камеру, в которой находился Габжилы. И отношение врачей к нему заставляет серьезно задуматься. Впоследствии было возбуждено 15 уголовных дел в отношении некоторых работников пенитенциариев за сотрудничество с группировкой Маккена. Большинство из этих дел находится на рассмотрении в судебных инстанциях. Наиболее значимым является дело бывшего заместителя начальника департамента пенитенциарных учреждений Петра Бырко. Во время нахождения в статусе руководителя пенитенциарных учреждений ему удалось приобрести роскошный дом в столичном районе Телецентр. Дом был приобретен у Ларисы Нефиткиной, вдовы Валерия Ротарь по кличке Зеленый. Осуждение Маккена и его людей стало возможным благодаря жалобам и заявлениям в суд некоторых заключенных. Все они были включены в программу защиты свидетелей. Чтобы заставить давать показания в суде, прокуроры обещали заключенным невозможные, например, досрочные освобождения, возможность отбывать наказание за пределами страны, в тюрьмах Голландии. Естественно, прокуроры не выполнили своих обещаний. Единственное, что могло обеспечить государство этим заключенным это помещение их в больничный стационар пенитенциария 13. Заключенные говорят, что угрозы в их адрес продолжаются и их жизнь находится в опасности. Как вы можете спать спокойно, господин Гропа, когда вы знаете, что несколько несчастных осужденных, которые поверили в ваши обещания и пошли на сотрудничество с расследованием, находятся в смертельной опасности, спрашивает один из заключенных, сделавший заявление против Маккены, Михаил Маккану в письме прокурору Максиме Гропа. Свидетели уже не хотят давать показания в суде по делу Маккены. Судья Центрального района муниципия Кишинев Екатерина Полончук, в управлении которой находится дело Маккены, постоянно откладывает его рассмотрение из-за отсутствия свидетелей. Задержанный Анатолий Свинарчук, который отбывает наказание в пенитенциарии в Сороках, сказал на судебном заседании, что ничего не знает о преступной организации в местах лишения свободы. Он уверен, что у заключенных не собирают деньги, а Владимир Москальчук простой заключенный. На вопрос прокурора Гропы, почему показания на суде не соответствуют сделанным в ходе расследования, Свинарчук заявил, что он не делал никаких заявлений и что, скорее всего, прокуроры подделали его подпись. Владимир Москальчук отказался делать заявление для прессы, суд разберется, и адвокаты Маккены воздерживаются от комментариев, отметив, что их клиент не хочет этого. Прокуроры утверждают, что Москальчук отказывается делать заявление для средств массовой информации, потому что ему не позволяет статус вора в законе. Между тем, на столе членов Европейского суда по правам человека находится жалоба, поданная Владимиром Москальчуком, в которой он жалуется на условия содержания под стражей и преследования со стороны властей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...